МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Час новостей на 12-м канале. В студии Дарья Шадрина. Добрый день. Смотрите в этом выпуске. Увольнять не будут лаборант-рентгенолог. Городской поликлиники номер один продолжит работать. Решение принял министр здравоохранения Омской области. Готовят технику, прочищают трубы, формируют спецбригады. В регионе начали подготовку к паводку, когда прогнозируют обильное снеготаяние. Строители на манеже реконструкции Омского цирка идут с опережением графика, когда сдадут объект. Семенная инспекция аграрии начали подготовку к пассивной, что уже сейчас говорят об урожае 2016 года. И матч в стиле рок болельщиков Омского авангарда ждет интересная игра с зажигательным предматчевым шоу и классическим тяжелым роком. Рентген-лаборант Антонина Косарева, которую буквально на всю страну один из ее пациентов обвинил в пьянстве, на рабочем месте впервые озвучила свою версию произошедшего. Спустя неделю после скандала эксклюзивное интервью женщина дала сегодня нашей съемочной группе. Я никогда в жизни не имела никаких нареканий, только благодарности. Люди, которые меня знают по многу лет, они в шоке от того, что произошло. В каких условиях приходится работать и почему такая ситуация имела место быть? Вы знаете, вот такая ситуация имела место быть, потому что явно шум перегруз. Сказалось то, что усталость уже больше, чем 12-часовая и плюс высокое давление. Естественно, я уже принимала и от давления препараты успокаивающие, потому что мне было уже тяжеловато. А была возможность проситься уйти? Нет, такой возможности нет, потому что мы заступаем на сутки. Кого среди ночи можно вызвать? Как? Каким образом? Никак. То есть, в каком я была в состоянии, в таком я должна была доработать. Мне сейчас надо войти в Калиюнг. Я бы хотела работать, конечно. Я думаю, что все наладится. Скандал в городской поликлинике номер один разгорелся на прошлой неделе. Один из посетителей заснял на видео якобы нетрезвую рентгенолога на рабочем месте. Однако полицейские, которых вызвали в травмпункт возмущенные пациенты, не нашли оснований для проведения метасвидетельствования. Сама женщина объяснила свое состояние употреблением успокоительных препаратов и препаратов от давления. А сегодня, во время брифинга, в региональном министерстве здравоохранения Андрей Староженко озвучил свое решение относительно дальнейшей работы Антонины Косаревой. Врача-рентгенолога из городской поликлиники номер один не уволят. Медучреждения провели служебную проверку. Специальная комиссия не нашла подтверждения тому, что женщина была пьяна. При проверке специалисты опирались на полицейские протоколы и ряд других документов. На сегодняшний момент она работает и пока будет работать. Есть заключение органов полиции, которые подтверждают, что человек был трезвый. На момент того, в той конфликтной ситуации, был вызван ряд милиции, который провел, ну, визуальное, как понимаешь, свидетельствование нашего работника, рентген-лаборанта, и призрак в руководстве обвинения не выявил. Ну, достаточно сильная и жесткая реакция коллектива в поликлинике. У нас много, множество открытых писем, как от людей, так и от коллектива. 250 человек подписали в защиту чести и достоинства рентген-лаборанта нашего. Продолжаем выпуск. Похолодание, которое всю эту неделю продержится в регионе, сдвинет сроки наступления паводка. Однако уже сейчас в области ведут подготовку к возможным подтоплениям. Дорожные службы продолжают вывозить снег. К работе готовят водооткачивающую технику. Начали очистку водопропускных труб. В управляющих компаниях на случай необходимости сформировали аварийные бригады. Включиться в работу призывают и жители частных домов. Иначе паводок неизбежен. Сил только коммунальных служб для предотвращения подтопления не хватит. Всего в городе больше 200 потенциально опасных точек. Затем, как город готовит к большой воде, наблюдала Екатерина Балучевская. Пока в Омске минусовые температуры. Городские дороги покрыты тысячами кубометров снега. Частный сектор непроходим. Одной лопатой тут не обойдешься. Требуется специальная снегоуборочная техника. Уже в 20-х числах марта, по прогнозам синоптиков, настанет резкое потепление. От предстоящего потопа омичей спасают дорожно-транспортные службы. Период весеннего половодия уже близко. В городе более 200 участков, которые находятся в зоне риска. Узкие улочки, дома в низинах. Частный сектор центрального округа уже в начале марта признают потенциально опасным. Бригады дорожно-транспортной службы работают с 8 февраля. Ежедневно вывозят около тысячи кубометров снега. В центральном округе у нас используются на местах подтопления в ежедневном режиме 8 единиц самосвальной техники, 2-3 погрузчика. То есть места у нас запланированы, у нас четкий график подневной. То есть две бригады ежедневно работают. Снегоуборочные работы проходят в круглосуточном режиме. Оранжевые жилетки, ограничители и опознавательные знаки. Городские магистрали очищают самосвалы, щеточная и роторная техника. По улицам частного сектора машинам и сейчас проехать непросто. Снега этой зимой выпало немало. Тропинки около дома местные жители также начали расчищать самостоятельно, вооружившись лопатами. Некоторые даже своими силами вывозят снег за пределы города. В период половодья дома тонут. У нас солнце и дом в низине. У нас два дома, вот по этой стороне, по левой, которые находятся в низине. Мы каждый год боремся, чем только можем. Мешки с песком и залой, и чем только можем. Городская администрация обязывает омичи очищать придомовые территории самостоятельно. Однако участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла уберут снег бесплатно. Дорожные службы помогут одиноким и недееспособным ветеранам. Снег вывозится в первую очередь с территорий, подверженных подтоплению, и от домов, где проживают одинокие ветераны, не имеющие возможности выполнить эту работу. Информация о таких жителях поступает в администрацию округа, из комитетов территориального общественного самоуправления, ну а также от окружного комитета ветеранов. Остальные жители частного сектора должны сами принимать меры. Противопаводковые мероприятия не ограничиваются вывозом снега. На базе коммунальных служб уже сформировали аварийные бригады и подготовили специализированную водооткачивающую технику. Начали работы и по очистке водопропускных труб, промывают дождеприемные колодцы. Во время паводка для оперативной ликвидации воды готовят мотопомпы. Екатерина Булучевская, Михаил Алдыгепченко, 12 канал. Ремонтные работы в Омском цирке идут с опережением графика. Строители уже заменили кровлю здания, обновили купол. Цирка продолжается утепление фасада, идут внутренние отделочные работы. В здании штукатурят стены, меняют витражи. Начали электромонтажные работы, а также установку вентиляционных коробов. В свою очередь ждет и главная цирковая арена. К открытию на манеже появится новое световое и звуковое оборудование, а также декорации. Для зрителей установят удобные кресла. На ремонт цирк закрыли осенью прошлого года. Завершить все работы необходимо до июня. Не исключено, что с поставленной задачей строители справятся раньше срока. Круговое движение в районе Соборной площади будет. Об этом заявил замдиректора департамента транспорта Вадим Кормилец. Планы замкнуть в кольцо транспортные потоки на перекрестке Красного пути Интернациональной, чтобы избавиться от заторов, прорабатываются давно. Так в мэрии уже отказались от идеи удлинить кольцо в сторону Банковского переулка. Это помешало бы безопасности людей во время праздничных мероприятий на Соборной площади. Также передумали в администрации устраивать одностороннее движение по Ленина, Герцена и Интернациональной. Будущее кольцов пишут в границе существующих транспортных потоков. Тем не менее, проект получится затратным. Нужны новые знаки и, самое главное, разметка. Существующую, наслывавшуюся на Соборной за многие годы, можно удалить только выжиганием. От этого процесса получатся глубокие кольи и придется укладывать новый асфальт. Мы пока без дополнительных средств не можем эту схему реализовать. Но рассчитываем, что в этом году, может быть так, анонсом, это уже не первый год этот анонс звучит, очень рассчитываем, что в этом году нам эта реализация удастся. По всей видимости, эта площадь попадет в перечень объектов дорожных, которые в текущем году будут отремонтированы в рамках освоения этих средств, выделяемых правительством Омской области. В планах департамента транспорта также корректировка работы существующих светофоров, установка новых. Всего в городе в этом году появится еще четыре автоматических регулировщика. Транспорт на светофорном пересечении Кирова и 29-й рабочий и пешеходные. На улице Челюскинцев у остановки школа Лизы Чайкиной, остановка Омской электро и Маркса 67. Напротив киноцентра «Галактика». Сделать омские дороги безопаснее поможет и следующая мера. С помощью штрафных санкций власти собираются приучить водителей маршруток останавливаться только в положенных местах. Шербакульские агрономы готовятся к посевной. Сейчас в семенной инспекции проводят повторную проверку семян на всхожесть. Как известно, качественные семена – одно из самых важных условий получения высокого урожая. Смогут ли на него рассчитывать шербакульские аграрии, как район и семенной фонд пережил зиму, расскажет Денис Жарков. Аграрии только готовятся к весенней страде, а шербакульские агрономы уже провели свою мини-посевную. Чтобы выяснить, какой урожай можно получить с таким посевным материалом и пригоден ли он вообще. Сельхозпроизводители уже сдавали сюда семена осенью. Сейчас пришло время проверить их повторно. Коллективные хозяйства проверки уже прошли. Сейчас агрономы работают с крестьянско-фермерскими. Хороший хозяин проверит дважды. Осенью, что он засыпает на хранение. И потом по весне проверить, как прохранились семена. Достойны ли они быть посеяны, либо партию семян заменить. У нас полный анализ проводится. Это чистота, там на засоренность, потом на всхожесть, на влажность. И масса тысячи семян определяется для того, чтобы определить правильно норму высева рассчитать. Важный этап семенного контроля – фитоэкспертиза. Она позволяет узнать качество посевного материала, с которым работает агроном. Норму высева не установить. Предварительно не выяснив, сколько ростков погибает от инфекции. Результаты не самые оптимистичные, но работать с таким материалом можно, считают специалисты. Предварительно, можно сказать, семена очень в большой степени заражены. Фузариоз, гельминтоспариоз, септориоз. Ну, ни по одному показателю экономический порог не превышен. Но, тем не менее, семена надо проверять. В этом году в районе засеют свыше 100 тысяч гектаров. В основном пшеница. Используют хозяйство как старые, проверенные сорта. Омская 38, Катюша, так и новые. Мелодия, сибирский авангард. Между тем, считают эксперты, аграриям уже сегодня следует задуматься над обновлением семян, чтобы через пять лет получить гораздо более обильные урожаи. Денис Жарков, 12 канал. Спасением кудрявых пеликанов займется специально созданный штаб. Решение его создания принял Виктор Назаров. Напомню, в прошлом году во время половодия краснокнижные пернаты лишились своего острова на озере Тенис. Его разрушила большая вода. Несколько месяцев экологи думали, как восстановить дом для пеликанов. Было решено создать искусственные острова из деревянных европодонов. О плане спасения птиц губернатору рассказал доктор биологических наук профессор МГУ Сергей Соловьев. Он же попросил помочь в организации работы. Глава региона пошел на встречу. Штаб, в который войдут научные сотрудники, чиновники и общественники, будет создан в ближайшие дни. Сейчас получена поддержка от различных организаций. И теперь было единственное сегодня обращение по поводу координационного штаба, который как перед генеральным наступлением поможет нам оформить этот проект. Замечательный результат. Времени у авторов проекта остается мало. Кудрявые пеликаны должны вернуться на родину уже в 20-х числах апреля. К этому моменту искусственные острова нужно построить. Сегодня озеро Теннис является самым северным в мире местом постоянного гнездования кудрявого пеликана. Это краснокнижная птица, своеобразный бренд Омской области. Огненной игре, горячий саундтрек. По-настоящему рокерский матч. Сегодня увидят болельщики авангарда. В решающей игре регулярного чемпионата в Восточной конференции ястребы примут Новосибирскую Сибирь. Острые игровые моменты и голевые броски будут сопровождать тяжелая музыка, ставшая классикой рока. Организаторы обещают, интересно будет не только молодежи, но и рокерам со стажем. Те же, кто займет места на трибунах до стартовой сирены, увидят уникальное предматчевое шоу. Добавлю очередной сибирской дерби. Принципиальная игра для мячей. В случае победы омская команда по итогам регулярки гарантирует себе первое место на Востоке. В случае поражения ястребов на финише могут обойти как Сибирь, так и Магнитогорский металлург. Смотрите игру и на нашем канале прямая трансляция начнется в 19 часов. Все наши новости на сайте в интернете 12канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Фаворит У нас очень большой выбор кроватей. Фаворит Омск Сайдинг Инвест. Акция при покупке металлочерепицы. Конек и саморезы бесплатно. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низко цен. Ведь у нас кофе Чиба растворимый 95 грамм 149 рублей. Пряник Днепровский. 73 рубля за килограмм. Молоко Лужайкино. 900 миллилитров 41 рубль. Знаменская, ура! Довольные покупатели. Наша главная ценность. С 17 по 20 февраля кредиты по праздничным ценам. Всего 1000 рублей в месяц. Во всех отделениях Банка Восточной. Вы расслаблены. Одной рукой вы переключаете каналы, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Меня, греки чают, не тревожат нас. Вы спокойны. Как вам? Спутниковое телевидение и телекарта. Живите с легкостью. И о погоде. Спонсор прогноза микрофинансовая организация «Доктор Рубль». Завтра, 17 февраля, по области в Омске переменная облачность без осадков. Температура воздуха в районах в ночные часы 15-17 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут минус 12-14. В Омске ночью до 18 градусов мороза, днем 14-15 градусов со знаком минус. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Возникли трудности с деньгами? «Доктор Рубль». Выгодные денежные займы под 1% в день. Телефон 595-363. 595-363. ООО «МФО» группа «РН-Медиа». Пока это все новости о развитии событий в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня.